Моя жена сказала, что не хочет со мной жить. Чё-то он в Блиботино и начал болевать. Отвлекись, отвлекись. Сейчас, сейчас, Михалыч, подожди. Подошел молодой человек, попросил 12 рублей на шаверму. Сейчас он просит у нас 3000. Не знаю, чё красивее, плов или вы. Я это состояние очень сильно люблю, очень сильно. В сижу, как бы так похмелился. Ребята, всем привет. Сейчас вы посмотрите видео, контент с Михалычем. Наш репортаж из похмелья. Я сейчас нахожусь в Красноярске. Серёга, Лена, привет. Сегодня первый мой полноценный день. Я уже записал видеоблог. В общем, из Красноярска видеоблоги выйдут ровно через неделю. Начнут выходить в понедельник. Так что смотрите пока контент с Михалычем из Калининграда. И не переключайтесь. Скоро следующий выпуск, да, не скоро уже, а следующий выпуск будет из Красноярска. Ребят, привет. Меня зовут Дмитрий Сергей Ишилов. Я алкоголик. Я иду к своему другу, к такому же алкоголику, навстречу к Евгению Михайловичу Пантелейкину. Моя жена сказала, что не хочет со мной жить. И тому виной алкоголь. Сейчас спросим у Евгения Михайловича, что сказала его жена. Будем решать, что с этим совсем делать. Так, Михайлович, выходи. Я думал, вон ты похудел в клетчатых шортах. У меня к вам всего лишь два вопроса. Признаете ли вы себя алкоголиком? А? Да. И что на все это думает ваша жена? Свинья. Ты? Я. Народ требует свиней. А-а-а-а. А третий вопрос. Что мы со всем этим будем делать? Мне сейчас... Нет, нет. Знаешь, я, наверное, чуть-чуть хочется подмедиться. Чуть-чуть. Алкаш. А то алкаш ты. Все, Тебе, Михайлович. Да начал кашлять. И тихнул блевотиной? Тихнул блевотиной. Начал блевать. Блевать нечем. Всего выворачивает наружу. И что знаешь, когда с похмелья эти зубы ты начинаешь чистить? У тебя вот это все. А у меня сейчас по-другому. У меня эта щетка, это Урал-Би, которая электрическая. Так ты чистишь, а ее просто держишь и вот так вот начинает рука вот так вот трястись вместе с ней во рту. Слушай, а как это? Блин, 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 ты куда поближе сейчас джинут? Какое че-то просто... Блин, ты че, закусить и все, и легче ставить. У тебя начался этот апокалипсис сегодня? Как это за апатия? Ну все началось, блядь. Еще на фоне того, что, знаешь, еще недавно так вот... Ты не думай об этом. Подумай о дидевасе. Это мне мама так говорила в детстве, когда я очень хотел какать, а то дома еще было далеко. Она говорит, думай о хорошем, думай о дидевасе. Дед мучка. Подумай о дидевасе. А я все равно обсервался. Как и по жизни, в принципе-то. Я-то думал, че, я думал, что мы... Ты мне скажешь, мой, Митяй, все, бросаем пить. Давай, надо выхаживаться. Думал, что походимся, с пучком выходимся. А ты сразу похмеляться. Не-не-не, ты че похоже выхаживаться? Ну выхаживаться из этого состояния. А че еще делать? Не надо. Принимаю на себя бремя добровольного алкоголизма. А че мы вчера сколько выпили-то? 2,05, да, получается? 2,05. Ну, короче, по 0,5 мы в человека сосали. Я домой уже взял чекушку и 100 граммульку. И утром в 6 утра 100 граммульку допил. А ты еще 0,5 тундра. Большинный литр сосал, да? А я-то что? А я-то еще получается. Пока на велосипеде ездил, 200 грамм еще сосал. Ой-ой-ой. Это 0,5 плюс 200, 0,7. Потом тебя ждал еще 100 грамм. 0,8. Чекушка, это сколько? 0,25. 1,05. И столько. 1,1, 150 миллилитров. Литра я вчера выпил. Подбил. Да. Ранил. А ты ровно литр? Я литр ровно. Нет, ну вот и посмотрим, как вам такие ролики, ребята. Жизненные. Отвлекись, отвлекись. Сейчас к тебе водка же не полезет? Ни в коем случае. Сейчас я покажу, ребята, коктейль, который я на себе испробовал лет 5 назад, когда такое состояние, уже пьешь несколько дней, и у тебя состояние всего трясет, бульешь, выворачиваешь и на водку смотреть не можешь. А этот коктейль, он заходит вкусненько, и сразу у тебя оп, Вася резаны руки сразу, как на бильярде, перестают трястись. Сейчас, сейчас, Михалыч, подожди. Сейчас все будет. Держись. Оп. Накрыл. Пере. Вернул. Нравится уже? Еще? Еще не нравится? Слушай, а давай вторую сделаем, это бросим просто. Доброе утро. Доброе утро. Вкусненько. 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 Как будто у валька размещались. Активировано. Да. О, все, сдаем посуду, выходим на улицу, строимся. Я вышел, уже все построены. О, начинает выливаться. Сладенькая. Вкусненькая. Это как у них стурка. Да. Все на траву, все хорошо сейчас. О, но лоб мысок. А у меня наоборот взмок. Да, у меня наоборот взмок. Я говорю, главное, чтобы сейчас отрыжка пошла бесподвижно. С воздухом? С воздухом, да. Я, если честно, на него смотрю, сейчас уже сам вливанул. Ну, нет, пока нет, уже пахнет. Хорошо? Лучше? Лучше. Лучше. Пойдем дальше? Вау. Ой, извините, пожалуйста. Ну, хорошо, что хоть с воздухом. А давай еще сегодня мы еще с тобой усложним видос и расстанемся с тобой на том моменте, когда и не похмелье, и не пьяный. Вот на этом экваторе. Когда ты, когда, вот сегодня настанет такой момент, он всегда есть, ребят, когда вот ты с похмелья, что ты пьешь, пьешь алкоголь, и ты становишься отрезан. Есть такое? Только мастера так могут. Шаулимские. А мы с тобой кто? Тоже мастера. Ну, мы обычно это, за экватор. Мы заслуженные мастера. Мы заслуженные мастера. Мы МК. Мы из народного класса. Ну, это осознанный переход через экватор совершаем. Можно же остановиться. Да. Ну, например, чик-чик-чик-чик-чик. Оп, все. Спасибо. Не пью. Давай друг друга будем держать. Давай. За что? Смотри друг другу в глаза. А сейчас в Голландии недалеко. И штурвалы там. Голландский штурвал. Поднимаем? Ты что, дурак, что ли? Я чуть-чуть. Будем оперировать холодными закусками. Ну, давай, между первым и вторым, кудреца. Промежутка нет. Дай пошивать, пожалуйста, мне. Спокойно. Нет, она еще не провалилась. Я не знаю, я не знаю, что скотиться. Надо главное как-то вот так вот, чтобы все проваливаться. Давай, Михалыч, ваше умозаключение. Хочу сказать, что задор еще молодецкий присутствует. Нужно продолжить. Ну, мы уже близко к батаре, но, знаете, не перешагнуть нужно. Чуть-чуть. Сейчас куда-нибудь, знаешь? Во-первых, подожди. Вот ты говоришь, что далеко ходить не надо. Далеко ходить не будем. Но нужно ходить. Это и называется выхаживаться. Да. Потому что ты ходишь, у тебя кровь. Кровь циркулирует. И через, почему пот, это через лимфу у тебя старая водочка выходит. Для новой места освобождает. Знаете, как называется то, чем мы сейчас занимаемся с Михалычем? Наука. Гон за журналистикой. Мы показываем вам, как там живется. И все изнутри. Рассказываем ситуацию. Изнутри. Изнутри показываем, как живется это похмелье. Как понимаете, как вода в газ переобразовывается. И как вот мы меняем эти состояния. Из газообразного в жидкое переходим. Я бы, коллега своим поспорил бы. Да и хуй с ним. А вот, обратите внимание, Михаилыч, как из хрущевок сделали красоту какую. Это что, реальные хрущевки? Да. Охереть. А блогер Харламов сказал, когда гулял здесь большая фаргулка с мэром, БДСМ-то он называется, сказал, что это что вы здесь устроили, какой-то Диснейленд? Такой немножко получился Диснейленд. Я больше переживаю относительно действительно сохранившейся застройки. А ему хочется сказать, дубина ты, Харламов. Какая красота, посмотри. Он же Варламов. Варламов, да. Харламов, кстати, шутку мою перешутил. Шила-шутку. Тик-токе написал. Вот скажите мне, пожалуйста, почему Толя – это Анатолий, а Коля – это не Анаколий? Открывает сегодня инстаграм Харламова, а он берет и шутит эту шутку. Почему Толя – Анатолий, а Коля – не Анаколий? Он, правда, там добавил еще про мясо теленка и телятина, баранина, а коровы – говядина. Либо в коровятину, либо коров называть говяды. Не смешные шутки же, Харламов. Такие же, как у меня. А вот, что этот, не переделывали крючевку. Переделать. Переделать, конечно. Потому что молодой человек попросил 12 рублей на шаверму. А мы говорим, у нас нет, мы можем только шаверму купить. Пойдем? Да, пойдем. Как зовут? Вова. Вова? Выпуск, да ладно, может, не надо, ну? А что? Я не хочу выпускать. Ну, уже попал, что? Шаверму же хочешь? Блин, я вообще не спел. Там девочка сидит голодная. Где, где? Должна, там сидит классная. Девочка. Пойдем купим, что? Пойдем. И отнесем ей, да? Да. Такой выпуск, серьезно? Да? Вообще не прикольно. Мне не прикольно. Люди должны узнавать новость. А не узнавать о том, что я пошел и купил шаверму девочке. Давай. Не ты пошел и купил шаверму девочке? Точнее, да. А мы пошли и купили шаверму девочке? А ты получается посредник. Правильно? Нет, я, наверное, откажусь. Короче, вы себе можете взять шаверму. Но я просто, ну, типа без сюжета. Без сюжета. Сейчас отнесем. Ну, что? Смотри, ты хотел сделать хорошее дело? Ты, получается, сейчас хочешь отказаться? Конечно. Во благо своему тщеславию отказаться от этого? Конечно. И девочка останется голодной? Нет, я найду деньги. Ты уже нашел. Зачем? Найдешь и все. Это же капитализм. Это 120, там сколько, 130 рублей. А камера, ну куда-то, зачем мне на камеру новую? Так ты же ничего не теряешь. Я? Ты только приобретаешь. Конечно, теряю. А? Подожди, а что ты теряешь? Что ты теряешь? Вот то, что ты попадешь на видео, что ты потеряешь? Потеряю свою скрытность, как бы, ну, то, что я делаю. Ну, одень маску, да, и все. Будешь скрытный. Скрытность же, это же не дело же. Ребята, давай. Я немного протрезел, я не могу его понять. Что ты ферню теперь занимался? Ты подходишь, без камеры, просишь 12 рублей. Снимается это все на видео. И ты начинаешь включать из себя какого-то, этого, деятеля, которому репутация... Нет, ну подожди. Ты уже ходишь по улице, просишь деньги. Ну. Какая разница? Ты так, тебя так видишь, что ты просишь деньги, что на камеру увидят? Какая разница? Решил так зарабатывать, так зарабатывает. Не надо этого стыдиться. Не надо этого стыдиться, да. Мы же не стыдимся, что мы милосы на стримах просим. Ну. Сейчас он просит у нас 3000, чтобы мы сделали сюжет с ним. Конечно. Слушай, ну для этого нужно запускать стрим. Да, для этого нужно стрим. Вот, стрим, чтобы на донателе тебе 3000. Нет, вы платите мне 3000 для сюжета. Я вам даю возможность сюжета, чтобы вы мне покупайте шаверму, я хожу голодный. Так это я тоже так могу мне, ни хера себе. Может, там авария, можете ее пойти с ним. Что за авария? Нет, подожди. Я, значит, плачу на стримах. Ты просто подходишь, говоришь 3000. Да нет. Нет, это стоит всего лишь 250 рублей. Слезу выдай и хотя бы сейчас. Готов, готов сняться за 250 рублей в сюжете? Нет, нет. Это дешево. Давайте 2000. Полтали, полтали. Слушай, нет, мы даем тебе 250 рублей плюс шаверма, ладно. Либо у тебя ничего не будет. Хорошо, давай. Согласен? Да. Пойдем. С вами как? Расскажи тогда теперь о себе. И сколько ты дал согласия сняться в сюжете. Расскажи о себе, как тебя зовут? Меня зовут Вова. Вова? Да. Откуда ты? Ты из города Светлый. Что ты здесь делаешь в Калининграде? Ну, скажем так, в данный момент я выживаю. А тебе сколько лет? Мне 29. 29? В армии служил? Да, да. В тюрьме сидел? Нет. Привлекался? Ну, было, да. За что? За... Ну, антифашистство, а так, ну, разводчик. Ну, там... Ну, что сделать? Своей стали. Машины-то разбивал. Зачем? Так надо было. Какую? Чтобы людей не разбивать, машины разбивали. А живешь-то сейчас где? В Калининграде. Именно где? Ну, в квартире. Зачем сядь ситуацией? Нет, на бог это переночевать. Вот по знакомому. Давай, знаешь как? Смотри, что я тебе предлагаю? Показать номер карты твоей. И тебе, кто вот это видео увидит, кто-то хочет тебе помочь, тебе переведут деньги. Хорошая монетизация? Ну, я не знаю. Наверное, но она такая, ну, двухсторонная типа. Ну, давайте попробуем просто, давайте, да, сделаем. 62, 28, 60, 05, 51, 71, 53, 62. А все, короче, в описании я номер карты оставлю, ребят. Володя, кто хочет помочь, можете перевести. Мы сейчас поможем, купим шаурму и дадим 250 рублей. Месяц живу и вот сам как-то выкарабил. Ну, вот видишь, а ты не хотел видео сниматься. Нет, ты уже, если чем-то занимаешься, ты уже, если ты хочешь деньги, просишь, ну, себе на жизнь. Это же, ничего там зазорного нет. Значит, занимайся уже до последнего. Прикинь, кто-нибудь тебе тысячу, закинь, кто-нибудь две, кто-нибудь три, кто-нибудь десять. Вот кто-нибудь пожалеет, потому что ты реально, ну, так, получается, бездомный, правильно? Ну, фактически, да. Ну, вот, можешь привет передать, кому хочешь. Ребят, всем привет. Никому не советую так делать, но если, ну, действительно, хочется острых ощущений и почувствовать себя самостоятельно, желаю всем удачи. Давайте, дерзайте. Ребят, желаю удачи этому каналу, надеюсь, он будет развиваться. Чтобы все ставили пальцы только вверх, но не вниз. Ты расскажи за историю, что-то машину-то развивал. Ягуар, не ты в Красноярске разбил? В каком Красноярске все в Калининграде было? Да? На клопсе подговоряйте, сможете идти. Все, давай. Успехайте. Не, ну, человеку все равно, ну, что мы, надо же помогать. Ну, даже для видео, знаешь, я вот это не люблю на видео, там, помогать. Но с похмелья легче становится, когда человек помогает. Конечно. Нет, и выпуск интереснее стал. Да. Нет, ребят, правда, помогите, ссылочка, ой, не ссылочка, а номер карты в описании я оставлю. Володь, тут помочь надо, а то опять станет не на тот путь. Какая красота. Ой, не знаю, что красивее, плов или вы. Наливайте. Смотри, как налили-то под пробочку. Ну, с уважением налили. Ну, как состояние у тебя по отношению в начале видео? Меня одного убрали, второго заменили. У нас 150 грамм крепкого алкоголя. Давай, налей, пожалуйста. Вот тебе голландский штурман. За экватором святи. Это важно. А он плавающий, понимаешь? Плавающий экватор. Ты даже сейчас чуть-чуть приподпьянеешь, а мы с тобой пешочком пройдем. Опять процедил. Да, чуть-чуть. Нет, нет, я хочу сказать, что мне хоть и пешком не нравится ходить, но сейчас... Но нравится. Но нравится. Я сейчас прошел, чувствую, что все-таки лимфа и все эти обменные процессы, они... Работают. Работают. Ну, за лимфу. Ну, уважаемые коллеги, мне кажется, в тот момент, когда человек в сумку ходит... Дорогого стоит? Это дорогого стоит, это сигнал к тому, что... Тормозит? Нет. Нет, я предлагаю просто вот на этом остановиться, нам больше не покупать алкоголя. Это допить, но... Это значит, я точно говорю, видишь, чехнул, правду говорю. Ну... Потому что я говорю, что вот на этом надо будет остановиться, больше не покупать алкоголь. Я тебе даже больше хочу сказать, что даже вот эту половинку нужно чуть-чуть сейчас выпить и половинку оставить. Да, нет, что мы сейчас с собой заберем, что мы сейчас... Да. У нас же сейчас с тобой еще одно место. Да. Должен закончить на лавочке на Верхнем озере. По красоте. Красот. По красоте красот. Наливай. Можно я сейчас скажу? Дорогие и родители, друзья. Только те, кто бывали с похмелья, поймут похмельного человека. Вы хорошие люди. Приятные, умные. Не вините себя. Это все алкоголь. Никакого чувства вины не существует. И вообще ничего не существует. Существует только химическая реакция, реакция траволения в головном мозгу, которая это все отравляет. А вы очень хорошие люди. Извините, пожалуйста, только я чихнул, и у меня прилетело на голову к тебе. За хороших людей. Существует лишь только ваш мозг. Ничего остального не существует. Все, что вокруг вас происходит, это выдумал ваш мозг. Это проекция. Сейчас это комментарий. Все, остановитесь. Остановитесь. А нет. А нет. Я это состояние очень сильно люблю. Очень смелость, ловкость, удачливость. Успешность. Успешность. Назовем это состояние родыгинское состояние. Родыгинское состояние. Кто не в курсе? Есть такая нарезка, где Родыгин немножечко опохмелился. Опохнулся. Вот в таком состоянии, и ему весь мир по колено. А этот-то, а тот, блядь. А зато про Михайловича как хорошо сказал. Этот-то хоть сам купил дачку-то. Я всегда знаю, что после вот этого приходится родыгинское состояние. А пошли все нахуй. Да х**-то. Михалыч, а знаешь, что только что я понял? Ну. Что вот это состояние трезвости с похмелья, оно достигнуто. Я вот сейчас, честно говоря, абсолютно трезвый. А я, ты знаешь, я трезвый. Ведь алкоголь не возбуждает. Правильно? И когда ты просыпаешься, положено тебе три с половиной-четыре часа поспал, ты просыпаешься возбужденно. А вот сейчас именно состояние успокоения, миротворения и сна. Вот именно такое состояние. Но у нас еще там на пару рыбочек осталось. Да и вообще я хотел тебя угостить деликатесикой. За твои же деньги. А-а-а. Пойдем здесь неплохой рыбный павильончик. Вот, Михалыч. Помнишь, Демногорский? Да. Был рыбный варетчик. Да-да-да. А вот здесь, Калининградский. Рыба со своей коптильной. А Хариус есть? Хариус? Они знают, спрашивая. Здрасте. Сразу вопрос в ходу. А Хариус есть? Нету. А есть у вас икра леща? Нету. Я хотел, Михалыч, тебя угостить. Лещами угостить. Лещами. Лещами угостить. Тоже видели эту нарезку, да? Ну, конечно, почему бы нет. Где Серега, водовешник, Михалыч, а лещами угощали? Да-да. Видели? Серьезно что? Я все видел. Я много чего не видел. Давайте забудем про это. А-а-а. Так. Ну и что, братец? Ты вот, знаете, зашел к вам и сразу пиво захотелось. Ну что, нормально? Не, и атмосфера такая, чтобы посидеть, за жизнь поговорить. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да, вот этот вот. Опять? Нет, вот этот, да. Давайте, да. Который на нас смотрит. И пивка возьмем, да? И пивка возьмем, да. Эй, пивка. Вас как зовут? Иван. Иван. А вы скажите, где находитесь? И люди сюда придут. Да. Приконку сделаем. Где находитесь? Дадаева сколько? Дадаева пять. Дадаева пять, ребята. Там, где павильон. С Невского сразу заворачиваете. Ленинград. Вот рыба со своей коптильней. Рядом с аптекой. В аптеке можно лавашки взять? Да. Если вдруг что, пиво. Не пойдет. Не пойдет, да. Так, вот 720 рублей. Пожалуйста. Ты знал. Михалыч, так это что можно? Вот здесь вот разложиться на лавочке и как в ресторане под живую музыку сидеть? Нет, начинается снова уже подташнивать. Прекрасное завершение вот этого вот. Ой, хорошо. Прекрасное завершение вот этого вот. Редактор субтитров А.Семкин